В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Директор одной из школ округа подозревается в получении взяток. По данному факту, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сотрудники полиции проверяют граждан на предмет соблюдения режима самоизоляции. Речь идет о тех, кто вернулся в округ из-за границы. Многофункциональный центр Ненецкого округа приостанавливает прием посетителей с 28 марта по 5 апреля включительно. Временные меры приняты в соответствии с указом президента Владимира Путина об объявлении в России нерабочих дней. Жители окружной столицы бьют тревогу. Складируемый снег не вывозится своевременно. Еще немного и Наринмар вновь поплывет. 60 секунд на сборку и это не предел. Девятилетний Матвей Левченко ставит личный рекорд по сборке кубика Рубика. Увлечение, которое недавно пришло к мальчику, помогает ему с пользой проводить карантин и школьные каникулы. Директор одной из школ округа подозревается в получении взяток. Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области Ненецкому округу, возбуждены уголовные дела в отношении непосредственно подозреваемой, ее знакомой и в отношении двух предпринимателей. По версии следствия, в период с 2018 по 2019 год директор школы за незаконное денежное вознаграждение в размере 10% от цены заключенных контрактов на поставку товаров для нужд образовательного учреждения получила от двух предпринимателей через посредника взятки в виде денег на общую сумму более 200 тысяч рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемая в получении взяток задержана. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Ненецком округе не зафиксировано. Ситуация остается стабильной. 44 жители региона, ранее вернувшиеся из-за границы, сняты с наблюдения медиками. Двухнедельный карантин для них позади. Еще 118 человек по-прежнему находятся в режиме самоизоляции. Ежедневно сотрудники правоохранительных органов производят обход адресов, по которым проживают самоизолированные граждане. По словам сотрудников полиции, большинство самоизолированных граждан с пониманием относятся к режиму карантина и не покидают пределы своего жилья. Но есть и такие, кто пренебрегает требованиями. Сотрудниками полиции в ходе проведенных проверок выявлено одно нарушение режима самоизоляции, а также по четырем фактам проводятся проверки. Основное нарушение – это выходили в магазин, выходили погулять собачкой, а также выезжали на природу отдыхнуть, подышать свежим воздухом. Отмечу, что режим самоизоляции предполагает полный запрет на выход из жилого помещения на срок до 14 дней. Это значит, что нельзя выходить в подъезд и на крыльцо выносить мусор, и тем более посещать места массового скопления людей. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрена административная и уголовная ответственность. Ирина Никишина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В целях недопущения угрозы быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории России глава государства Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочие с сохранением заработной платы. Таким образом, для большей части населения выходные продлятся с субботы 28 марта по 5 апреля включительно. Исключение составляет структуры жизнеобеспечения, органы власти и СМИ. Отделения многофункциональных центров, находящихся в городе и поселке Искателей, не будут принимать посетителей с 28 марта по 5 апреля. Всю информацию вы сможете получить от сотрудников колл-центра по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Будет усилена работа колл-центра МФЦ, в котором все жители Ненинского округа смогут получить консультацию по вопросам предоставления государственных услуг с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг. Также в колл-центре расскажут достаточно детально и подскажут, как можно получить уже услуги, которые заказаны через Росреестр, расчетом ряд услуг. Напоминаю, что колл-центр будет работать в высеченном режиме ежедневно с понедельника по пятницу с 9 утра до 17 вечера. То есть по всем возникшим вопросам, просьба прощаться туда, там вас всегда проконсультируют и подскажут, как получить уже зарегистрированную услугу, либо как услуга, если бы не было еще оказано, как можно подать заявку на эту услугу через портал госуслуг. Также Павел Окладников рекомендовал по возможности отложить плановые посещения в места скопления людей. Что касается работы аптек, то они продолжают свою работу в прежнем режиме. На следующей неделе, несмотря на выступление президента, мы будем работать в прежнем режиме, потому что мы социально значимый объект. Режим работы будет у нас как по будним дням с 7.30 утра до 23.30 и по выходным с 9 утра до 9 вечера. То есть мы работаем в прежнем режиме для населения. В целях профилактики вирусных заболеваний настоятельно рекомендуем вам провести незапланированную выходную неделю дома. Берегите себя и своих близких. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал Север. В столице Заполярье начали изготавливать антисептик для рук. Средства можно приобрести в сети аптек Ненинская фармация. В связи с угрозой распространения коронавируса Управление Роспотребнадзора по Ненинскому округу рекомендовало придерживаться правил личной гигиены. Одно из которых использование антисептических средств. В связи с дефицитом, а также ростом спроса на товар в аптеках Ненинской фармации начали производство своего антисептического средства. Срок годности антисептического раствора составляет 30 суток. Состав у него сложный. 70-70% спирт этиловый. Значит, антисептик хлоргексидин. И для смягчения кожи глицерин. Антисептик поступил в продажу 20 марта. Было изготовлено более 600 флаконов. Доступен в сети аптек Ненинской фармации. Как на кассе, так и под заказ. Сегодня на очередной сессии регионального парламента был принят закон об изменениях основных параметров окружного бюджета. В частности, доходы на 2020 год увеличены на 101 миллион 700 тысяч рублей. За счет поступлений с федерального бюджета. Расходы выросли на 978 миллионов рублей. С учетом внесенных поправок, общий объем доходов в этом году составит 17,2 миллиарда рублей. Расходы 20,4 миллиарда. Дефицит окружного бюджета в 2020 году соответственно увеличен до максимального размера. 3,176 миллионов рублей. По словам председателя комиссии по экономической политике и бюджету Натальи Кордаковой, при принятии закона об окружном бюджете на трехлетний период отдельные расходные обязательства были заложены не в полном объеме. Сегодня на самом деле приняты хорошие изменения, которые необходимы. В частности, например, если по департаменту здравоохранения, это на 11 ФАБ. У нас есть национальный проект, в соответствии с которым мы будем строить ФАБы в Хангурее, Вандиге, Щелино, Вучейском, Лабожском, Верхней Пёше, Чижа, Вамдарме и Бугрино. Но это должно быть софинансирование. Поэтому мы в своем бюджете предусматриваем средства в размере 30 миллионов. Более 223 миллионов рублей предусмотрено Департаменту образования, культуры и спорта Нинецкого округа на возмещение затрат по коммунальным услугам, на льготный проезд, а также на организацию обеспечения питания обучающихся. Более 400 миллионов рублей будет направлено Департаменту строительства ЖКХ энергетики и транспорта, на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом и на субсидирование тарифов на электроэнергию, на тепло, на горячую и холодную воду и водоотведение. Наши учреждения бюджетные получили тепло и электроэнергии от Севершего комсервиса. И также мы предусматриваем в бюджете до 1 июля средства для того, чтобы своевременно расплачиваться с этим предприятием, чтобы также их работники своевременно получали заработную плату и была возможность развиваться нашим этим предприятием. Также в окружном бюджете на 2020 год дополнительно выделено более 15 миллионов рублей на единовременные выплаты труженикам тыла и детям войны. На той сессии мы приняли решение о том, чтобы доплата до 5 тысяч детям войны, труженики тыла и вдовы получат не 10,5, а уже 75 тысяч. Поэтому также в бюджете предусматриваются эти средства. И мы вчера в послании президента услышали о том, чтобы он попросил, чтобы все средства, которые есть возможность, чтобы были получены до 9 мая. 11 миллионов рублей добавлено на реализацию проектов местных инициатив. Добавлю, что в этом году от муниципалов поступило 35 проектов, которые позволят благоустроить территории поселения с учетом мнения жителей. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, Антон Бодряков, Телеканал «Север». Семья и дети – приоритет государственной политики страны. Защита института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. Эти дополнения внесены в статью 72 основного закона Российской Федерации. Александра Литкова продолжит. Традиционная семья в России – это семья, где почитают старших, заботятся о младших и из поколения в поколение передают память о дедах и прадедах. Поэтому очень важно, что государство узаконит свою задачу по созданию условий для достойного воспитания детей в семье и для того, чтобы потом они могли позаботиться о своих родителях. Это сохранение традиционных семейных ценностей. А в нашей ненецкой семье, да и в любой другой, в семье любых народностей – это уважение к старшим, это многодетность, это сохранение своей родословной, в том числе сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны, которые есть в каждой семье. Это толерантное отношение к другим народам. И очень важно, что государство ставит перед собой такую задачу, как защитить все вот эти традиционные семейные ценности. Всего в Конституцию страны внесено около 400 поправок. Часть из них касается обязанности правительства заботиться об экологической ситуации, охране окружающей среды и соблюдении экологической безопасности. Основной закон направлен на улучшение жизни граждан. И если мы будем касаться именно тех вопросов, которые связаны с охраной окружающей среды, с экологическим воспитанием, это поправки статью 114, которая обменяет правительство обязанность обеспечить, сохранить ту уникальную природную среду, в которой мы живем, то многообразие живых объектов и экосистем, усилить меры по снижению негативного воздействия. И в целом, для чего это делается, для того, чтобы сохранить то природное богатство, которое есть в нашей стране для наших потомков. Напомню, 11 марта Госдума приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке главному закону страны. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, а затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов России. 14 марта Совет Федерации принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу в случае их одобрения на общероссийском голосовании. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. За ходом общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации будут следить общественные наблюдатели. Общественная палата Ненинского округа призывает активных жителей региона принять участие в этом исторически значимом событии и приглашает выступить в качестве общественных наблюдателей при проведении голосования. Предполагается, что в ходе подготовки и проведения общероссийского голосования под наблюдением будут все процедуры, в том числе и досрочное голосование в труднодоступных местностях, и голосование на дому. Документы кандидатов в общественные наблюдатели принимаются по адресу, которые вы видите на своих экранах. Подробную информацию можно получить по телефону 449-89. С положением о порядке приема предложений можно ознакомиться на сайте общественной палаты НАО. Все подробности, сведения о том, как стать наблюдателем или подать заявление, также размещены на сайте общественной наблюдатель.рф. Не за горами обильные таяния снега и паводок на реке Печора. Еще немного, и Наринмар вновь поплывет. Вряд ли этот богатый на осадки год станет исключением. Скорее наоборот, добавит проблем как коммунальщикам, так и горожанам. Последние убеждены, что масло в огонь, а точнее воды в городские лужи добавят искусственные снежные сооружения, образовавшиеся повсеместно по городу после уборки от снега улиц и преддомовых территорий. Убранный снег не вывозится за город вовремя. Горожане бьют тревогу. Тему продолжит Наталья Дуркина. Виктор Шустров не первый раз бьет тревогу. Снежные горы в поселке Сахалин с каждым днем становится все больше. Своими силами жители поселка пытаются хоть как-то убрать территорию. Однако этого недостаточно. Виктор не раз обращался с заявками в муниципальное предприятие «Чистый город». Техника выезжала, но ее было недостаточно. Все заметало и вырастали новые снежные горы. У нас нет-неда, почистят. А так сейчас, вот видите, какие кучи. Их за один день, даже за месяц, может, сложно будет вывести, елки-палки, при таких обстоятельствах. И такая обстановка во многих городских районах. Так в прошлом году из-за несвоевременной уборки в микрорайоне Кармановка попросту поплыли дома. Огромная лужа, которая стекала прямо под деревянный дом, подмывая его, заставляла жителей обращаться во все инстанции. Расскажите, что у вас случилось? В субботу я пришла домой и увидела, что погреб уже поплыл. Обратилась сразу в 112, на что мне ответили, что чистый город отдыхает и приедет только в воскресенье. Как вы справлялись? Воду выносили ведрами, сами справлялись. Одно безобразие. Большое спасибо управляющей компании «Содружество». Они день и ночь выкачивали выгребные ямы вместе со сточными водами. А с чистым городом мы боремся уже третий день, никакого эффекта. Стоит отметить, что в настоящее время на уборку города брошены все силы чистого города. В несколько смен работают пять самосвалов и четыре Амкадора. Мы в первую очередь стараемся вывезти те кучи, которые идут, согласно ГОСТу, где есть нормативные сроки. А дальше мы уже вывозим те кучи, которые по приоритетности. В первую очередь, которые могут повлиять каким-либо образом на безопасность граждан. А дальше уже остальные. Снег вывозят ежедневно на полигон ТБО. За период с января по март вывезено около 60 тысяч кубов снежной массы. За весь 2019 год 93 тысячи кубов снега. Очень часто происходят моменты, когда граждане считают, что чистый город должен вывезти эту кучу. А на самом деле чистый город работу там не проводил. И это либо управляющая компания, либо бывает просто люди наняли технику. Очень многие нанимают технику, например, почистить гаражи, сдвигают это на общую территорию. И говорят, что люди при работе по расчистке своих территорий, даже территории частных домов, они не задумываются о том, что этот снег нужно вывозить. И они просто складируют это на территории муниципального образования. Не все управляющие компании добросовестно выполняют свои обязанности. И если на вашей придомовой территории образовались горы снега, и ваша управляющая компания до сих пор с ними не справилась, начинайте бить тревогу. От вашей позиции может зависеть очень многое. Что касается муниципального предприятия, то добавлю, что в ближайшее время автопарк предприятия пополнится новой спецтехникой для повышения качества уборки территорий. 60 секунд на сборку, и это не предел. 9-летний Матвей Левченко ставит личный рекорд по сбору кубика Рубика. Увеличение, которое недавно пришло к мальчику, помогает ему с пользой проводить карантин и школьные каникулы. Матвей признается, собирать кубик куда интереснее, чем сидеть в гаджетах. Однако справедливости ради стоит отметить, что гаджеты Матвей все же берет в руки. Но только для того, чтобы узнать что-то новенькое по своему увлечению. За скоростной сборкой кубика Рубика следила Мария Даник. У меня есть кубик пирамидка. Есть кубик 2 на 2. 3 на 3 на 3. Круглый. И 1 на 3 на 3. 9-летний Матвей Левченко с гордостью представляет свой арсенал кубиков Рубика. Осознанное увлечение сборкой на скорость, признается мальчишка, что пришло к нему в конце прошлого года. Мне дедушка помог, он мне показал схему, я ее начал учить, а потом начал ее применять в действиях. Получилось не сразу, но сейчас это уже не просто увлечение. Матвей ставит личные рекорды и старается обогнать мировых лидеров. Для этого у него есть самое главное – огромное желание и профессиональный кубик, который крутится лучше других благодаря своей конструкции, специальной смазке для лучшего скольжения, а также магниты в каждом элементе. Во время съемки ставим эксперимент. Время пошло. На сборку кубика у Матвея ушла одна минута и 16 секунд. Лучший результат в копилке – одна минута. Во время вынужденного карантина и школьных каникул планирует улучшить свой результат. Для этого у Матвея есть секрет по сборке, которым он с удовольствием делится со всеми. Все собирают пока, ну вот это вот называется ребра, их пока все собирают, потом распределяют по центрам, вот какой цвет, допустим, вот белый-синий, иначе надо к синему центру, а я их, допустим, сразу собираю, чтобы это было быстрее. Увлечение Матвея поддерживает его мама. Собственно, она и привела любовь к этому виду спорта. Ну, как-то так получилось, что я всегда покупала ему всевозможные головоломки, прямо с самого раннего возраста. И кубик-рубик оказался в нашем доме где-то, когда ему было года три. И он им так заинтересовался, что в любом месте, в любое свободное время, если все дети сидели в планшетах, у нас это было запрещено, он сидел с кубиком-рубиком. То есть он его не умел вот собирать, ему просто нравилось крутить, он пытался понять механизм. И были такие случаи, когда я отправляю его в маленьком возрасте спать, захожу через какое-то время в комнату, а он под одеялом с фонариком лежит и собирает кубик-рубика. То есть у кого-то в нашем детстве были книжки, у моего ребенка это кубик-рубика. Сейчас у Матвея появилось еще одно увлечение. К 9 мая он снимает реконструкцию 28 панфиловцев. Мне нравится все, что связано с Лего и Вторая мировая война. Поэтому я захотел все вместе связать, и получил с Лего Вторая мировая война. У каждого элемента после завершения съемочного дня свое положение. Менять строго запрещено. Сейчас работу над мультфильмом Матвей ведет в одиночку. Говорит, что в будущем понадобятся голоса для озвучки. Кто этим займется, пока не думал. Сначала нужна качественная картинка. Мария Даник, Владислав Ткачев, телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.